Полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать. Ребят, вы знаете меня, знаете, что я мегапозитивный человек, и я всегда в своих видео обходила политику стороной, потому что не считала, что это тема, которая должна затрагивать мой блог. Но то, что сейчас происходит в мире, это нельзя оставить без внимания. И об этом нужно говорить. Весь мир сейчас разделился на три лагеря. Если ты хочешь молчать, тебя поливают хейтом. Если ты говоришь свою позицию, ты согласен с той спецоперацией, которая сейчас проходит, тебя тоже поливают хейтом. И если ты, наоборот, не согласен с действиями властей, тебя тоже поливают хейтом. Короче, к чему это я говорю? Все, что сейчас будет выпущено вами в это инфополе, мной, вами, моими там коллегами по цеху, это все будет все равно страктовано в негативную сторону. Чисто нормальный животный базовый инстинкт человека. Чтобы чувствовать себя более-менее безопасно в моральном смысле в этой ситуации, тебе легче выплеснуть этот негатив внутри себя на кого-то другого. А кто другой попадает под прицел, это тот, кто что-то вынимает из себя в этот момент в это же инфополе. То есть в этом плане люди сталкиваются, происходит такой жесткий слэм, и надо держать себя вне этой паники. Но как это сделать? Важно в этот момент включить аналитическое критическое мышление и просто проанализировать несколько точек зрения. Первая точка зрения, она касается у нас иностранных СМИ. Я думаю, все видели тот репортаж. Женщина просто берет, что-то рассказывает на камеру, и вдруг сзади нее, а сзади нее как бы лежат огромное количество трупов, спрятанных вот в эти черные тенты, и тут начинает один труп двигаться. Что это означает? Что то, что она сейчас все нам рассказывала на камеру, это все неправда, это все вброс, и там какая-то из сторон, ну мы понимаем, какая, она выдает просто желаемость действительно и пытается наше мнение скорректировать путем вот такой вот манипуляции. Важно, все, что вы сейчас видите в любом новостном издании, канале, везде, все, что вы видите через свой телефон, через телек, вы должны подводить под сомнение, правда это или неправда, и ни в коем случае не делить все на черное и белое. Так вот, вторая точка зрения, то, что происходит внутри нашей страны, почему очень большое количество новостных изданий, которые существовали до момента возникновения этого российско-украинского конфликта, почему сейчас они начинают повсеместно закрываться, причем принудительно закрываться, и их, откровенно говоря, вытесняют с нашего российского инфополя. Почему? Почему это делается? Потому что кому-то невыгодно, чтобы кто-то транслировал те мысли, которые отличаются и разнятся от основного государственного источника информации. То есть это кому-то невыгодно, поэтому гайки закручиваются. Третий момент. После Олимпиады что у нас идет? У нас идет пара Олимпиады. Но почему-то наших паралимпийцев не допустили к участию в пара Олимпиаде. Почему-то даже вот все доходит до такого абсурда, что даже коши, которые должны были выступать на каких-то мировых там конкурсах домашних животных, их просто берут и не допускают. Хотя Европа всегда себя трактовала как супертолерантное вот это вот объединение, и оно должно относиться ко всем в равном порядке. И типа вот сейчас мы видим, наблюдаем, как жестко дискриминируется все, что исходит из России. Любой человек, продукт, товар, блин, конкурс и так далее. То есть это все на корню обрубается. Почему это делается? Смотря на ситуацию, рассматривая ситуацию с брендами, которые отзывают все с нашего российского рынка, Apple, Microsoft, разные бренды, Louis Vuitton и так далее, LVMH, типа они все уходят, потому что это вредит их репутации, и они не могут иметь каких-то взаимоотношений со страной-агрессором. Так ли это? Какой вывод из всего этого информационного шума можно сделать? Сделать вывод можно такой, что вывода никакого нету однозначного. Нету ни черного, ни белого. И примкнуть к какой-то определенной позиции нельзя, просто не получается, потому что ни одна из этих позиций не является верной и истинной в последней инстанции. Вот в чем проблема. Что мы можем сделать в ныне текущей ситуации? Ситуации максимальной неопределенности. Это просто адаптироваться к тому миру, который вот нас сейчас окружает. Да, мир уже никогда не станет прежним. И война это страшно. Военных конфликтов, в принципе, где люди погибают, быть не должно. Но тот будет сейчас в выигрышном положении, победителем, кто сможет адаптироваться максимально быстро. И, допустим, есть те люди, которые нуждаются сейчас в гуманитарной помощи. И в помощи от нас, от тех, кто может эту помощь предложить. Я, допустим, прошлые выходные ездила в этот центр гуманитарной помощи, была волонтером и просто помогала беженцам с ЛДНР какими-то, ну, просто продуктами первой необходимости. И я приложила что-то рукотворное к этому. И я поняла, что так я смогу помочь. Не просто, ну, какие-то там тексты расписывая в сториз, а реально подошла к этой проблеме серьезной и решила помочь, потому что это было вот отсюда. Это шло от сердца. Поэтому сейчас я делаю то, что я делала до этого нового мира. Я продолжаю делать свой контент, потому что я знаю, что это моя миссия через свой контент. Если я смогу помочь хотя бы одному человеку выйти из этой депрессии, выйти из состояния паники, я буду понимать, что моя миссия выполнена. И в первую очередь я хочу помогать вам через свой контент. Поэтому вы сейчас видите меня здесь. Настоятельно советую вам иногда выходить из этого информационного шума, уходить из этого онлайн-мира в офлайн, общаться со своими близкими, друзьями и концентрироваться на чем-то прекрасном, чудесном и том, что вас по-настоящему вдохновляет, чтобы успокаиваться. Поэтому приятного просмотра. Всем мир, добра, погнали! Сегодня я отобрала самые интересные автомобильные мифы, которые мы с вами проверим. Правда ли, что автомобиль может прожить 5 миллионов километров пробега? Можно ли запустить двигатель, соединив провода под рулем? Сколько остается топлива в баке, когда автомобиль показывает ноль? Правда ли, что подушка безопасности может вас убить? Первый рекорд скорости был установлен водородным автомобилем. Так ли это? И, наконец, можно ли нажатием на ключе-белке рассинхронизировать его с автомобилем? Ну что, достаточно много интересных фактов, и пора разобраться, где правда, а где ложь. Погнали! Вы вообще задумывали, сколько примерно живет обычный гражданский автомобиль? Мы привыкли думать, что на отметке в 100-200 тысяч автомобиль медленно уходит в сторону своей смерти. Он уже считается поюзанным. И в моральном смысле, и в физическом. То есть, ему требуется постоянная замена каких-то там запчастей. Но когда на одной из съемок я познакомилась с комазистом, который мне сказал, что, в принципе, для грузового транспорта 2-3 миллиона километров пробег, это, в принципе, ок, я, честно сказать, обалдела. И тогда в мою голову закралась мысль, сколько реально может прожить гражданский автомобиль на одних и тех же колесах? Сколько он реально может проехать за всю свою жизнь? Чтобы разобраться в этом мифе, где правда, где ложь, я начала прыскать в интернете и нашла такую информацию. Короче, таксист, греческий, сломал просто все стереотипы. Смотрите. Он проехал на собственном авто почти 5 миллионов километров, и кто бы мог подумать, что этот авто будет марки Mercedes. Эту машину греческий таксист купил уже в поддержанном состоянии, и было это в 1981 году. А в 2004 году компания Mercedes вручила владельцу машины свой именной сертификат, который подтверждал законный пробег машины в 4 миллиона 600 тысяч километров. А теперь просто попробуйте вообразить себе это расстояние. Этот километраж можно приравнять к шести полетам на Луну и к 82 проездам вокруг земной оси. Просто бау! Что? Весь этот пробег таксист накрутил в своем родном городе в Салонике, Греция. И просто посмотрите на масштаб этого маленького, массюшенького городочка по сравнению со всей планетой. В настоящее время эта машина хранится в автомузее Mercedes. Невероятный пример, но есть еще похлеще. Ир Гордон является владельцем автомобиля, который официально проехал 4 миллиона 800 тысяч километров. Он купил свое двухдверное купе Volvo в 1966 году. К концу 80-х его Volvo P1800 проехала 1 миллион километров. И компания Volvo в честь этого события подарила ему новенькую машину 780 купе Bertone. И на рубеже в 2 миллиона километров в 2002 году Volvo также подарила ему новенькую машинку модели C70. Со слов самого владельца стало известно, для того, чтобы машина могла проехать такое количество километров, необходимо было относиться к ней как к совершенно новой машине и постоянно неусыпно следить за ее техническим состоянием. Например, каждые 150 тысяч километров владелец удивительного автомобиля менял на нем тормозные диски и другие важные элементы тормозной системы. Также такая выносливость машины связана непосредственно с пристальным вниманием владельца к любым посторонним звукам машины, к различным вибрациям и даже запахам исходящим от нее. Масло он менял каждые 5-5,5 тысяч километров. А когда машина прошла 1,5 миллиона километров, Гордон заменил на ней карбюратор и, естественно, все элементы вкрыска топлива. А на пробеге в 1,8 миллионов километров на ней был заменен механический топливный насос. Масло в коробке передач и свечи зажигания владелец машины менял каждые 40 тысяч километров. Еще владелец постоянно держал в чистоте кузов и салон тачки и очищал его от соли, от грязи и от других сгрязняющих машину и салон веществ. Кроме всего прочего, владелец автомобиля старался ездить на средних оборотах двигателя и не разгоняться резко после или перед светофорами. В моем понимании машина, которая проехала 5 миллионов километров, должна выглядеть примерно вот так. Но я же вижу по фото и видеоматериалам, что тачка выглядит прекрасно, за ней ухаживали. И, кажется, это главная причина, почему она столько проехала и столько продержалась. Все мы видели, как в боевиках главный герой заводит тачку, соединив два провода под рулем. Честно сказать, я не знаю, зачем в современном мире нужен такой способ запустить тачку, но это очень интересно будет проверить. Поэтому погнали! И вот мы приехали к нашему подобранному кролику, это приора 12-го года. И сейчас Паша нам расскажет, можно ли завести тачку путем поджигания двух проводов под рулем. Можно это сделать или нет? На старых автомобилях в теории, конечно, это можно было, на любых Жигулях, наверное, до 10-й модели. Здесь, скорее всего, нельзя, но мы сейчас попробуем. Попробуем! Поначалу можно подумать, что мы сидим в Мерседесе, но когда ты начинаешь озираться по сторонам, понимаешь, что это нифига не Мерседес. Это, короче, приора, которая полностью нафаршированная, она стоит 2 миллиона рублей. Просто потому, что у нее есть куча всего здесь. От огромных сабвуферов до, блин, как это, пневма, которая опускается? Пневма опускается, короче, на уровень с полом, ребят, чтобы вы понимали. И сюда можно поставить 21-е диски, 21-е диски. А обычно здесь какие стоят? 17-е? 14-е. 14-е! 17-е сейчас стоят. Офигеть! Здесь столько проводов и красный, синий, оранжевый, желтый. Я бы никогда не разобралась, какой нужно какому подсоединить, чтобы ее завести. Все, нам нужна теперь только зажигалка. Зажигалка? Ну что, момент истины, ты поджигаешь провода. Настоящие, ребята. Вставляем проводочки. Фишку от зажигания. Так. У нас непосредственно включается зажигание. Да, 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 загорелась приборка. Далее берем второй проводочек. Вставляем в паз на стартер. Офигеть! Она завелась! Жесть! Причем мы были уверены, что этого не произойдет, ребят. Ну, скорее всего. Мне кажется, что мы сейчас просто моих подписчиков, знаешь, подписываем по какому-то преступлению. Ну, давай уточним, что здесь прошивка не заводская, поэтому здесь, скорее всего, отшит иммобилайзер, и именно поэтому она завелась. То есть на обычной, приори, 12-го года такого сделать нельзя? Да, потому что у тебя, как на современных иномарках, стоит непосредственно чип в самом ключе, ну, так называемые чипами билайзера, и без него машина просто не заведется, либо заведется и сразу заглохнет. Типа на новых тачках такого нельзя сделать? На новых тачках так нельзя сделать. А до какого года можно? Тут дело не в году, а скорее в технологии и в каких-то этих, ну, наверное, года до 2000-х это что-то как-то там канает. В плане иномарки. Короче, совсем на ведрах, я поняла. На ведрах можно сделать, так что мы никого преступников не воспитываем. Ребят, очень крутой эксперимент. Я дико рада, что нам удалось его реализовать. Однозначно ставлю лайк. Едем дальше. Первый рекорд скорости был установлен водородным автомобилем. Так ли это? Что мы вообще знаем о рекордах скорости? Какой самый быстрый автомобиль в мире? Бугатти, Кёнигсок, Пагани? Это все детский лепет и это все гражданские автомобили, которые никакого отношения к реальным рекордам скорости не имеют. Просто вдумайтесь, что первый 400-километровый рубеж скорости был преодолен в далеком 1932 году, в довоенное время. Просто вдумайтесь. И та информация, которую я нашла, меня очень сильно впечатлила. Вы готовы слушать? Первый официально зарегистрированный абсолютный рекорд скорости 63 км в час установил 18 декабря 1898 года граф Гастон-Дошасулаба на электромобиле конструкции Шарля Жанто на дистанции 1 км. А уже через год 100-километровый рубеж первым перешагнул бельгийц Камиль Женанцы на его электромобильчике Le Jame Contant с французского переводится как «Всегда недовольное» с мощностью 67 лошадиных сил. И уже через 12 лет 200-километровый рубеж скорости был достигнут гонщиком-бурманом на автомобиле фирмы Benz и он показал рекордные 228 км в час. 1927 год. Время до Великой Депрессии. Автомобиль Sunbeam 1000hp преодолел 300-километровый рубеж и это все благодаря Генри Сигрейву. Всего через 5 лет Мальком Кэмпбелл на автомобиле Нейпер Кэмпбелл преодолел 400-километровый рубеж скорости и это был настоящий прорыв. Ну что, Бугатти Широн, где твои рекордные 440 км в час? Просто представьте себе, что за какие-то 40 лет настолько сильно шагнули технологии. С чем вас ассоциируется Rolls-Royce? С тихой, спокойной ездой? 500-километровый рубеж скорости был преодолен в 1937 году на автомобиле Rolls-Royce Aiston. Едем дальше. Самая высокая скорость в мире на автомобиле и на любом наземном управляемом транспортном средстве была поставлена на двигателе той же самой компании Rolls-Royce. Скорость 1228 км в час была показана на реактивном автомобиле Thrust с англичанином Энди Грином 15 октября 1997 года. И никто до сих пор не побил этот рекорд. Автомобиль приводился в движении двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Pay с форсированной тягой общей мощностью 109500 лошадиных сил. Некоторые модели отечественного автопрома разгоняются от нуля до сотни за 20 секунд. Этот монстр разгоняется от нуля до тысячи километров в час за 16 секунд. Просто представьте, как вы могли бы быстро доехать до Чайханы. Думаю, все знакомы с ситуацией, когда у вас загорается на приборке малое количество топлива. То есть запас хода подходит к критическому. В сервисных книжках написано, что аварийный запас хода равен 40-50 км. Ну а я Ангелина, и я проверю, как это работает на самом деле. Специально для этого эксперимента мы подготовили очень необычную жигу. Гоша, покажи, почему она необычная. Я буду за рулем этой жиги. И да, как я только что узнала, все жиги, они на механике. А я механику последний раз видела в своей автошколе, поэтому это будет лютый контент. Гоша, научишь? Поехали, братик, поехали! Подожди! Там все машины едут! Ехали! Я поймала! Просто разговариваю, тебе резко кидаться поеду. А-а-а-а-а! Давай, все вместе, давай, давай. Когда я еду на БЭХ, я всегда еду на лепестках. И я чувствую себя крутой, потому что у меня одна девушка... А сейчас ты будешь сама все делать, смотри. Нет-нет-нет, Гоша, я не буду все сама делать. Пока я вижу, что у нас топливо в баке осталось столько же, сколько мы вот там были, вот столько же у нас сейчас, но у меня нервов осталось утромным счетом, вот уже лампочка горит, вот если честно. О господи, как много дорогих машин! Давай тут как-то, стой, подожди, давай что-то сделаем так, чтобы... Давай мы закашкаем встанем. Давай, давай, стой, давай, аккуратно, давай, без газа, давай, без газа, давай, без газа. Мы щас засрянем здесь. Ладно, человек, а вот здесь я вот девушку учу водить, можно к вам заехать сюда? А какая у вас траектория, объясните, пожалуйста. Четыре упражнения, заезжай. Остепление, тормоз. Идеально, муа, бомбита. Это просто жесть какая-то, Синь, как ты на ней еще ездишь, зачем ты покупал? Что не так с ней? Ты не можешь в телефоне сидеть, ничего делать, сконцентрироваться только на дороге. Только на дороге. Ну, а что, потом что-то меняется по-твоему? Ну, потому что потом ты привыкаешь делать вот так, и телефон вот так вот. Я жду, пока загорится лампочка резерва топлива, чтобы с этого момента начать отсчет на одометре. Погнали! Это мне плановый дрифт. Это, получается, автошкола с продолжением, типа, обычная тренировка, а потом дрифтовая. Так, у нас загорелась лампочка, наконец-таки. Сейчас у нас на одометре 44 875 километров. Соответственно, мы начинаем от этого отсчет. Гошта готов? Я никогда бы не могла подумать, что я буду ехать на жиге рядом с белым домом по центру Москвы в марте месяце. У этой малышки расход небольшой. По сравнению с 40 литрами, которые у меня на М-ке, это, я не знаю, ест 5 литров на 100 мм. Нет, я не буду! Гоша, я не буду учиться! Давай, пошла! Тихонечко. Я смеюсь, я так смеюсь. Сеня, ты не въезжал мне в попу? Когда? Сейчас только что? Ну, на этом. Ты затормозила редко, я коснулся чуть-чуть, да, был такой. На жиге ничего нету, на тебе тоже ничего не было. Я в твоей жиге еду, понимаешь? Так ты не тормози передо мной резко, Гоша. Она показывает дверью, уступи женщине дорогу, иначе отхлопочешь. Вот ты отхлопотал, блин, только на моей машине. Смотри, вот смотри. А это было что? Я вот так вот сделал, она всё отчёрлась. Сень, ты счастливчик. Извини, ну, возьми руку, извини, пожалуйста, я же не специально. Просто ты откатывалась, и я подъезжал. Гоша в этот момент такой, всем расступиться, и все должны были услышать до Кремля, что Ангелина едет на жиге. А я за тобой, понимаешь, хочу успеть, потому что там мудак меня жмёт, а я понимаю, что я с тобой, я даже аварийку включаю, когда я за тобой проезжаю. Просто я не могу, я складываю руки, я больше не могу на ней ехать, это очень сложно мне. Но у неё очень тугой руль, типа я поворачиваю, такое ощущение, как будто я на КамАЗе еду. Мне даже кажется, что Хачевку, когда мы снимали в Питере, было легче ездить на КамАЗе, и вот так вот. Слышь, что, на КамАЗе гидроусилитель стоит? Ну, так а здесь ничего, нет. Эта жига измотала мои нервы, у меня трясутся руки, поэтому я передаю ребятам завершение этого эксперимента. Ребята, вы готовы? Что? Продолжать? Конечно, поехали. Короче, мы проехали уже 18 или 20 километров, то есть мы стартовали, Ангелина грил 75 вроде было, сейчас 93. Короче, стрелка вообще не бегает, никуда не шатается, лампа постоянно горит, но даже при таком раскладе я уверен, что мы ещё очень нескоро остановимся и не сможем куда-либо ехать, потому что она бодрая, она едет и, мне кажется, она не закончится никогда. Это жигули, ты чё? Ну чё, а вот и всё, приехали. Чё могу сказать? Мы катались до хрена, мы часа, наверное, два с половиной точно катались, вот оператор подтвердит. Мы проехали, если считать, по хоббит, как, ой, ну короче, по приборам, 47 километров, 45-47 километров. Я устал кататься, я очень хочу в туалет и она наконец-то, всё, она больше никуда не поедет, потому что бензин закончился и самое время заливать. Холодно до жути, просто ужасно холодно, господи, у меня руки сейчас отвалятся. Вот сейчас мы наглядно доказали, что на мигающей лампочке, при мигающей лампочке, вы можете спокойно проехать полдня, там 2-3 часа, 40-50 километров и вы доедете до вашего нужного пункта назначения. Переходим к следующему мифу. Современный автомобиль напичкан огромным количеством фичей, которые потенциально должны сохранять вашу жизнь. Но я докажу вам обратное. Подушка безопасности при определенных условиях может не сохранить вашу жизнь, а забрать ее. Во время фронтального столкновения на скорости 50 км в час человек весом 75 килограмм давит на ремень безопасности с усилением в 3 тонны. Пристегнутый ремень сдерживает движущийся по инетции тело, благодаря чему гасится большая часть кинетической энергии. Оптимальное расстояние между человеком и местом, откуда вылетает подушка безопасности, 25 сантиметров. Не присегнутый пассажир, даже уперевшись руками и ногами, может выдержать усилие только в 300-400 килограмм. При ударе он летит навстречу еще не раскрывшемуся эрбэгу, стремительно сокращая безопасную дистанцию до устройства. В свою очередь, не до конца раскрытая подушка безопасности выстреливает ему в голову со скоростью 200-300 км в час. По данным американского института изучения дорожной смертности, полученные при таком столкновении травмы в 93% случаев смертельны. Мораль всегда пристегиваться. Что удивительно, это не единственное условие. В 1970-х годах было зафиксировано несколько необычных случаев смерти от подушки безопасности. Сила удара почти во всех ДТП была небольшой. Однако, у водителей произошел сердечный приступ, предположительно из-за хлопка во время раскрытия подушки, громкость которого порой достигает 140 дБ. 140 дБ, для сравнения, это как если бы вы стояли прямо рядом с летающим самолетом и слушали его турбину. Объем подушки водителя составляет в среднем 50 литров. Пассажиры до 130 литров. А теперь представьте, что небольшой объем салона автомобиля за доли секунды уменьшается на две сотни литров. Это какая нагрузка на барабанные перепонки. По этой причине у наиболее больших фронтальных подушек безопасности разное время срабатывания. Пассажирская выстреливает в среднем на 15 миллисекунд позже. Мистическое число это 256. Почему 256 и почему оно мистическое, спросите вы. Ходит слух, что если 256 раз нажать на ключ-брелок, то он рассинхронизируется с автомобилем, которому он принадлежит. Ну что, давайте попробуем. Ключ, машина и для того, чтобы проверить это фейк миф или правда, нужно соблюсти два условия. Нажать 256 раз на этот ключ и сделать так, чтобы он находился при этом вне зоны доступа этой тачки. Так что сейчас мы отходим в сторонку. Блин, а может мы зайдем куда-нибудь? Я не хочу жать 256 раз на холоде. Тут, блин, минус 15. Я руку отморожу себе. Мы зашли в теплое местечко, чтобы не отморозить себе руки, иначе бы этот эксперимент закончился бы по техническим причинам. Ну что, поехали. Ключик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На этом моменте, наверное, должен был взорваться или что? Я тебя расстроил. Мне кажется, в момент, когда ты нажимала, ты делала паузы. Ну, типа, у тебя было, типа, там, это ты, и потом ты секунду ждешь. Я думаю, что ждать, типа, нельзя. Нужно подряд нажимать. Коля, ты серьезно хочешь, чтобы я сейчас это все заново проделала? Мы решили переделать этот грязно проведенный эксперимент, потому что я делала паузы, когда нажимала кнопочку вот эту вот посередине, потому что мне нужно было набрать воздуха. И да, все-таки нажимать на кнопку, это вам не смотреть контентом, чуть посложнее, поэтому делаем еще раз. Раз, два, три. Погнали. Восемь, соревнования, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть. Двести пятьдесят шесть раз только что я сделала. Это было чисто? Окей. Момент истины. Сейчас я пойму, я буду открывать этот ключ вот таким способом или вот этим доисторическим. Пойдемте смотреть, насколько это правдивый миф или это фейк. Не понял. Она реально не открывается, подожди. Ну вот, эта кнопка закрыть, эта кнопка открыть. Здесь должен быть мем этого чувака, такого черного такого типа. Короче, это все фейк-ньюс, это все желтая пресса, и ключ до сих пор работает, и нас просто хотели развести. Но мы убили этот миф, и теперь он перестал существовать. Точка. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Ставьте свой лайк, оставляйте комментарий. До новых встреч. Пока-пока.